Ну что, коллеги, занимай места, пока свободные, потом не будет. Все, уже тянуть не на времени. Анечка, проходила бы поближе. Алла Пророва, проходи поближе. Не стесняйтесь, здесь все свои. Телефончик, прошу всех отключить. Видите, сама свое отключаю. Итак, друзья, какой же по счету сбилось? Десятый или одиннадцатый вечер? Десятый. Впрочем, это не важно. Важно, что мы сюда приходим. Важно, что мы знаем, какая у нас цель. Мы поддерживаем узников совместности. И будем их поддерживать. Пока они вот там находятся, мы здесь. Мы должны сделать все возможное. Сегодня у нас замечательный состав. В принципе, у нас всегда замечательный состав наступающий. Вы, наверное, поймете уже в процессе. И еще такая вот тонкая, такой нюанс, с которым, когда я обращаюсь, мне всегда немножко неудобно становится. Не забывайте, вы там вначале стояли такой красивый ящичек. Пожалуйста, помните о том, что эти средства идут на поддержку семей наших гузников. Надо от этого. Потому что, вы понимаете, не только в Володной. Сейчас у нас говорят, что политические гузники становятся больше. К сожалению, наверное, будет еще больше. Поэтому, друзья, пожалуйста. Итак, первая на нашем вечере выступит Оля Левкова. Замечательно поет песни. Она сейчас исполнит свои. Я ее спросила перед началом. Ну, какие все-таки, она говорит. Я сейчас сама себя не люблю. Так что, просьба. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 А за той стеной стоит апрель, а он придет и приведет за собой песок. И рассеет серых туч в войсках, а когда мы все посмотрим в глаза, его на нас из глаз, его посмотрим на сосках. И я открою со двери домой, да ты садишься, как надо, брат, и нет. И когда мы все посмотрим в глаза, его, то и видим в тем глазах солнца свет. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дети минуты 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 Дети 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 Есть ещё одна песня? Ну хорошо. Чтобы не было, наверное, так совсем политично и печально, наконец, свою песню, у которой очень странная судьба тоже, она негласна в нашем узком кругу поклонников ЦОИ, которая считается таким киноманским геймом. Написала её я, чем ужасно горжусь. Ну так получилось, что мне попало в подругу. Но после известных событий в конце февраля этого года в эту песню можно вставить и вторую фамилию. То есть, раньше я пела «Брат по имени Витя Цой», а теперь, в общем, с тем же правом и с тем же чувством я могу спеть «Брат по имени Борис Клинцов». «Брат по имени Витя Цой». То есть, я спою так, как её я написала, но в общем каждый произнесёт ту фамилию, которой человек, как раз, заближе. Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 я вспоминаю своего первого когда ты вырастешь у тебя будет развиваться донозоркость и когда ты с ними мешать теперь когда у меня есть 18 я вспоминаю вот эти очки для того чтобы увидеть вас и ваши лица я вспоминаю на очки чтобы видеть текст потому что я не могу вместе вместе ну а также есть очки для того чтобы видеть что ты ешь что ты смотришь кино в картинах и так далее есть очки пиджака конечно это уже совсем другая история вообще очки дико интересные вещи когда я начал свою медицинскую карьеру сейчас я вас уже не вижу я занимался четыре года как раз глазами потом я стал психиатром и в этом году сыграл еще роль офтальмолога в кино александра фото большая роль врача который связан с диагнозом и оказался в тульской больнице медицинской по офтальмологии изменилось совсем, потому что Туинская больница отделения офтальмологии пробыла такой же, как и было в 70-м году, даже уже в московской клинике. Почитаю вам тексты, книжка называется «Буду для здоровья, держится в руках», как я закачиваю свой текст, каждый, который пишу и каждый, который говорю, а говорю я последние три года на программе «Комменсанты ФМ940» каждые дни и с любой точки нового шара, и в понедельник будет последний мой фильм, потому что программу закрывали, не знаю почему, но догадываюсь. Да, догадываюсь, почему. Текст, кто могу достать лучшие, смешные, грустные, называются «Последний звонок и первый скакал». Не могу вспомнить свой школьный последний звонок, в котором у меня спится с выпустым вечером, какие-то танцы, много гурили на головной поле, бак, две двери, ручки, затаскивали через окно в туалет и пилили с горлышка. Помните же, Вердика, потом непременно кого-то дошли, и я тоже помню всем. Вообще-то, вы выбираете нас, чем в классе дегатов, пили всякие угады с типа вермута, упомянутого патрина и плодового ягодного вина. Пилизмный на этот бомбочек с спортивным залом, а пениксом, отходящим от основного здания школы и образующим укромный оголок. Конечно, вы бывали не во время занятий, а и вечера, и не каждый день, так что не думайте о вас, не уж очень плохо. В карте в школьном буфете мы взяли по стакану яблочного сока для переменей. Но вроде бы были чрезмерно веселые и болтливые. На следующем перемене все сломят голову, снова пилили в буфет и выпили уже под два стакана яблочного сока. А некоторые под три. Буфетович не могла понять, почему вдруг яблочное сомство так популярен. А учителя, в свою очередь, не могли понять, что же случилось с этой школьниками. Учителя собрали в буфете и держали в руках уже пустые трехлитровые банки, строго глядя на красиво наклеенные этикеты, на которых крупно было написано яблочное сомство, а снизу белка – свино. Видимо, поставщики и буфетчицы со страдальными безорудностью, и в таблице Сивцева, по которой проверяют настраду зрения, то, о чем я вам говорил, где наверно две крупные буквы какие, скажите мне, две крупные буквы ша и бэ. Символичные буквы, кстати. Ша и бэ. Наверное, видели только их. Однажды нас всех классов привезли к Италию, а мальчик по прозвищу Дюма за пять минут до того, как мы вышли и в зал выдал по двери и думали много. Сейчас я понимаю, что у него была плохая наследственность. Его выжившая из ума бабка ходила по микрорайону громко, в голос без перерыва причитая «Ой, мой дядь, водку пьет, водку пьет». Нам казалось, что это одно слово. Бабку так и называли «Ой, мой дядь, водку пьет». Так вот, когда свет планетарии погас и на темном небе зажглись звезды, партнерный Дюма как раз сосался в снизистую желудка и начал постепенно поступать в кровь. А когда небо завертелось над нашими головами, голова у Дюма закружилась. Держался он до последнего, но физиология и есть физиология. Видимо, партнерный планетарий – это гремучая смесь и Дюма с Тошнион. «Мальчику плохо! Мальчику плохо!» – закричали учителя. «Зашли свет, звезды погасли, и все устоялись на бредного и несчастного Дюма». Эту историю хотелось бы закончить словами. Потом Дюма стал космонавтом. «Но врага я не буду, потому что не знаю, кем стал Дюма, но точно знаю, что я стал врачом психиатром и лечил родных патентов, в том числе и алкоголизм. Одно время я недолго подрабатывал преподавателем медучилища. Был я когда ординатором и преподавал психиатрию. И вот показывал я студентам, в группе были одни девочки, медучилище, больную синдромом Кок-Корсакова. Это когда в ней хроническом алкоголизме исчезает память и текущие события. Я под нее спрашиваю. «Скажите, Марья Петровна, какое сегодня число?» Она мне отвечает. «Сегодня 10 сентября». «Ей, нет, Марья Петровна, сегодня 31 мая». Она. «Как быстро летит время, доктор?» Я тут же снова задаю ей то же самое вопрос. Она называет другое число. «Ей, нет, Марья Петровна, сегодня 31 мая». «Она. Как быстро летит время, доктор?» И так несколько раз. Потом мы поворачивались к студентам и говорили. «Ну вот, это и синдром Кок-Корсакова». Пауза. У всех студентов открытые руки. Вдруг одна мне типа так говорит на ушках. «Андрей Георгиевич, а сегодня не 31 мая, а 5 июня». «Да, так быстро летит время». И последний звонок где-то далеко так, что и не слышно его. И в руках далеко не первый стакан. Будьте здоровы и держите себя в руках. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Меня иногда отдавали в детский сад. Недалеко от дома, в моей бабушке, маминой мамой, в зеркале Израиля. Я его в этот детский сад ненавидел. В нем было что-то фальшиво, больничное. По спецназке ходили в белых палатах, но не были врачами. Врачи лечили, а эти не разрешались. Я был мальчиком очень чувствительным запахом. А пахнул в детском саду подголевшей молочной кашей и тряпками. Этот запах до сих пор вызывает у меня животную тревогу. И меня начинает мутить, как в детстве. По этой причине в детском саду я не мог ничего есть. То есть буквально ничего. Я не мог есть селедку, на которой седые волосы торчали, как кости. А вокруг, словно моря, лежало голубое пюре. Едить это я не мог. И меня водили в стадии электричества. В толстой нисходящейся халате тетки, которая должна была менять селедки освободить. Она нависала на дамы и кричала. И если ты не будешь есть это, то мы введем тебе пищу через зонт. Я думал, что через зонтик. И не мог понять, как это возможно. Слово «зонт» я узнал позже, стал студентом медицинского института. Еще не мог есть бутерброд с маслом. Он был для меня сущим кошмаром. На белый, мягкий кусок хлеба работники детского общебиток, клавика убит твердого, замерзшего масла. Дети должны были его сами намазать на хлеб. Сделать это было никак невозможно. Наши дети им не давали. Видимо, боялись, что дети занежут ими своих воспитателей. И нам не хотелось намазывать масло черенком алюминиевой. В чайной ложечке черенком грудь все твердое масло вдавливалось мягким хлебом и намазывалось на стол. Если есть масло в таком виде, то я не мог. Тошмин и тогда добрая воспитательность, я затем, чтобы каждый ребенок, получив свою дозу полезного продукта, бросало мне грудь с кивычным маслом с уже поделившими к нему крошками хлебом в горячий чай, кофе, какао. И размешивала с этой самой алюминиевой ложечкой. Вся поверхность горячей жидкости покрывалась желтыми островками масла. Воспитатель не сожгала, пока при ней, доверясь, я выбью эту гадость. И я не мог ездить не в ледных котлет, которые я плянул в кармашках, что они еще, а потом на параметке выбрасывал в бурну, за что не раз был наказан. Не молочного супа лапши с желтой противной пенкой, но при этом я был убитым, мордастым из шикасских мальчиков. Секрет и загадки природы про бабушку. Она забирала меня из инорисного детского учреждения, и мы садились на ближайшую лавочку в Останкинском парке, так, чтобы никто нас не видел. Она доставала сумки ванильные во влажной бумаге, сырки с изюмом и калорийные бурочки. И все это я упоминал тут же. Калорийные булочки. Сегодня булочка с таким названием обречена на провал. Но тогда, когда советские граждане должны были питаться хорошо, а значит калорийно. Бурочка была тёмно-коричневой, блестящей, и булочкой от чёрного изюма. Но на раскроме она была светло-жёлтой и пахлой. Господи, как она пахла! Это про детский сад. АПЛОДИСМЕНТЫ Эта история немножко грустноватая, но я прочту их в этой аудитории обычно не читаю. К старым вещам я отношусь к теме. К некоторым из них я испытываю даже чувство привязанности, жалости, любви. В них часто сконцентрирована загадка, теплота и что-то очень-очень личное. И часто говорят, да выбросите всё это, видишь, на помойку. Стань льёв всё это. На помойку. Подумал я после очередного предложения, и мурашки похожи, и холодный кот на лысине. И как укор за мысли эти мои страшные взгляды моего плюшевого мишки. Уродили мишку на пол. Оторвали мишке ухо. Всё равно его не брошу, потому что он хороший. Я же обещал ему. Я же дал слово. Отдал слово. Держи. Он, этот мишка, на три года он младше меня. Моя уже упомянутая бабушка, которая после смерти Сталина вернулась из лагерей и всяких увольных поселений в Москве, в 1956 подарила мне его на 3-й мой день рождения. Мишка была одет в толстый синий цвет тогдашнего спичечного коробка байковой штанишки, которые снизу были на резинке, а сверху они держались на помощи, которые, в свою очередь, начинались не от пояса, а от квадратика решитого пояса, из-за открывающего от простуды медвежьей груди. А на спине с помощью уже были крест-накрест. Такие же штанишки были у меня. Толстый, синий, байковый. У мишки была белая, в тонкую и синюю же полоску рубашка с большим воротником амбаш и синий широкий согласный банк. Сначала Мишка жил с нами в Моналкино-Домняковке, а потом с соседями в Миске переехал в Крущево. Мальчишки из моего класса набивались в мою маленькую комнату, сняв обувь при коже. И маленькая комната тут же наполнялась суровым и едким мужским замоком. Что поделаешь, мальчишки начали созревать, и их полные и другие жители работали как советские фабрики и заводы, с энтузиазмом вырабатывая свою продукцию. А вот санитарные гигиенические навыки еще были усвоены складом. Впрочем, как и на многих советских фабриках и заводах. Первая стадия полового созревания, по-взрослому пахнущие дети. Единственное поведение со взрослыми инстинктами. Разговор о девочках, где покурить, сопровождаясь из биения моего плюшевого труба. Его брали за руку и использовали как боксерскую грушу. Сколько он и терпился, знает один он. И я. Удар, и он улетал под потолок. Вот, оторвали книжки уха. И нос пластиковый оторвали за дно. Ухо пришивали, оторвали, пришивали, отрывали и потеряли. И сослали книжку на дачу, куда отправляли все старье. Дальше дом предстояло до пещеры. Там он сидел в углу на таком же старо продавленном диване. Но однажды мои родители взяли его в Москву. Пожалели. И у него, как интересированная бабушка, вернулся из столицы. Родители пришили ему ухо. Только не брюшево, а замшево. Штанишки шили из коричневого вельвета. И рубашечку белую, красную зону. Тоже шили новую. И осталось уже совсем немного доделать. И можно везти книжку на дачу обратно. А тут вы украсли, и наша дача сгорела. Сгорела вся подчистую. Со всеми там находящимися старыми вещами. Да и вы чудо спаслись. Родители мои, сын мой, я, собака моя. Выскакивали утром раз. Из дома, из-под падающих на нас горящих головешек. Очень как в сказке о кошке дом. А Мишка плюшевый в Москве отсиделся. И участвовал в боевых действиях. А так бы жизнь его оборвалась. А так бы жизнь его оборвалась в начале 90-х. Как жизнь многих. Потом я построил на старом фундаменте новый деревянный дом. Куда я переехал с обновленным замшевым муком Мишка. И зимовал он в этом летнем доме в полном одиночестве. Да и ехали туда на саде ездить. И все реже и реже. Вот как-то мне стало жалко Мишу. И я привез его второй раз в Москву. Ведь я обещал ему, что я никогда его не брошу. И вот он сидит в моей московской, уже другой квартире. И смотрит, как я пишу, рисую. Так же я могу его выбросить. Как же я могу его выбросить на порогу. Ведь я на нем учился рисовать. Он мой первый на ночь. Мишка пережил бабушку, папу, маму и двух моих такс. Переживет и меня. Иногда я думаю, что это погоня, сломя голову за новым. Когда старое и важное выбрасывается на помойку. Когда исчезает память, атрофируется чувство. Когда хочется все новых и новых вещей. Когда вместо старых дамков вырастают новые. Когда вместо старых друзей появляются новые. Вместо старых жен появляются новые. Но при этом новой жизни не будет. Может быть. Это в какой-то степени и есть кризис. Будьте здоровы. И держите себя в руках. И последнее классическое. Черепаха. Читый меня любил непонятно за что. Она была поразительно тупой. Пересекая комнату, Читый убирал все степы. Продолжая упорно загребать лапами. До тех пор. Пока ее не разворачивали в противоположную сторону. Однажды летом на даче. Я наблюдал за тем. Как она с его забавно пожирала клеви. В ниве любви. Я пронял Читу губам. Чтобы ее поцеловать. Оссорая боль. Попронзила мою нижнюю губу. И Чита повисала на ней. Она ответила мне взаимность. Дальше календарском. Впереди бежала бабушка. За ней и я. Поддерживая черепаху. Клонно сомкнувшую свои челюсти на моей губе. За мной бежали любопытные веселящиеся дети. Жестокие дети. Деревенский фельдшер сказал. У черепах мертвая квартира. Но заткнул в моей любимой мозге. И она разжала свой треугольный пассатижеподобный ротик. Который метнул окровавленный розовый язычок. Потом мне сделали угол от бешенства. Можете ли вы представить себе бешеную черепаху? Один деревенский фельдшер бог. На моей губе. Долго ищем треугольный след. Спустя несколько месяцев. Чита вдруг исчезла из городской квартиры. Четыре ее искали все и везде. Через год. Когда за чем-то отодвинули холодильник зим. Обнаружили убедившийся в угол панцы. С высажившей в нем Читы. Вот такой получился в смертении уголовных. Будьте здоровы. Держитесь. Готовы. АПЛОДИСМЕНТЫ В конце 90-х я был со ведущим в программе Митогос Виктором Шевдоровичем. В образе мозговеда. Доктор Дмитрий Каланис с психиатрическим ключом. Кстати говоря. Мне десятки раз задавали вопрос. Что это у вас за ключик в руках. Отличие в психиатрический ключик называется грантами. С одной стороны четырехугольный стержень. Материнский. В отличие от треугольного. Жизнедорожного воздуха. Четырехугольный. В сечении тока. Так устроились замки во всех психиатрических отделениях. С одной стороны стержень четырехугольный. С другой стороны четырехугольный. Несколько лет еженедельно я отписался в свой кусок программы. Который начинался со слов. Когда я работал психиатром в маленькой психиатрической больнице. Маска мозговеда так прививила ко мне. Что до сих пор меня останавливают на улице. Обращаясь ко мне. Мозговед. Спрашивает. Мол. Что-то там не видно. В вашу программу. Она там нам так нравилась. Давно это уже лет 15. Согласитесь. Что у вас очень внимательны. У нас очень внимательны граждане. Они все-таки обратили внимание на то. Что в стране что-то изменилось. Так вот. Этот текст из того времени. Несколько строк я добавил. Поразительно. Но то, к сожалению, и текст актуален до сих пор. Когда я работал психиатром в маленькой психиатрической больнице. К нам приемной потой поступила пациентка Р. Неопределенного возраста. По профессии Р была безработной. Россияни, наставившие Р в приемное отделение нашего больницы. Дорога обратили внимание на ее неадекватное поведение. Р подругу залеживалось в постели. И нигде не работало. А тело немытое. Иногда испачканное нефтью. Нетрезвое. Растрепанное. В ушах с огромными золотыми серьгами. С алмазами из республики Сахар. По ночам она гуляла. Играла в подпольное казино. Ставила то на красном, то на черном, то на коричневом. То на полосатом. Когда была не разборчивая связь. В том числе и международной. Россияни, доставившие Р в приемное отделение, заметили, что она стала очень адресивна. И при этом абсолютно уверена в своей правоте. На приеме. Басара. Гордо подняв голову. Входит в кабинет васача. Вьет в себя большую грудь. Говорит, что она щедрая душа. Что все должны ее любить за красивые губы. Как озера глаза. За березовая сица. За ее необъятные размеры. За ее широту. Утверждает, что умом ее не поднять. Что у нее особый путь. Спрашивает врача. Нет ли у него чего-нибудь поесть. Сыпно поехал. И, не поблагодарив врача. Пускается в пыляс. Поет ватные комсомольские песни. Крестится в спадне. Потом шепотом предлагает врачу. Что-нибудь попелить. Или что-нибудь откатить. За свои поступки. Отмечает и папа. Не ориентируется. Вместе. Времени. Собственно. Личности. Так как. С ее слов. Живет без документов. А так. Рассказывает. Что у нее богатая история. Которую. Все. Все. Время. Пенебира. Требует. Поместить ее в палату. Со всеми удобствами. На вопросы врача. Почему она все время отирается. И что себя стрягивает. Р. Отвечает. Что. В. По заключению. Врача. Состояние кран. Да. Тяжелое. Обращает. Ни себя. Внимание. Расстройство. Память. Влициалу. и а и 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 Тогда будьте здоровы и держите себя здоровы. Правда, здоровы? Да, вы? Хорошо. Хорошо сегодня вечер. Правда, вы? Мое знакомство с ним началось как раз, наверное, одновременно. Мы с ним сломали ноги. Вы помните его известная песня «Я сломала ногу». Но вот у него есть такой секрет, он пишет песни, которая касалась даже 10 лет назад, Патриотический Марс. Прослушившись живым, он актуален сегодня. Пару слов о кризисе. А как замечательно звучит случай в Кремле. Вот секрет у него есть. Я поняла, какой секрет. Его спросили, как вам сейчас вот в это время удаётся? Вот когда нам мозги вообще просто затуманило этот телевизор. Когда на чёрное говорят белое, на белое говорят чёрное. Как вам удаётся вот оставаться таким? А он говорит, вы знаете, очень просто. Думать своей молодой. Думать своей молодой. Как мы тут думаем. Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо большое, что собрались на этот замечательный, в общем-то, очень боговое мероприятие. Если можно так сказать. Спасибо. Спасибо. Ну вот Тамара напомнила про Патриотический Марс. Что интересно, давняя довольно песня, которая сейчас, в общем-то, обрела второе дыхание. Ну тут удивляться нечему, что вы хотите, если в принципе сейчас Галя что-то актуален особенно. Ну что говорить о каких-то песнях. В середине девяностых или там начало тысячных. Сейчас Галя что-то актуален, поэтому. Ладно, я споил песню, которая называется Патриотический Марс. Как-то мне стало неудобно, однажды, что вот все деятели культуры, тогда это было такое, началось какая-то победка, все деятели культуры начали дружно говорить о том, как у нас хорошо. Поехали как-то, ну думаю, ну неудобно, надо что-нибудь написать действительно патриотическое о том, что у нас хорошо. Он мне написал, как уж получилось, так полу-патриотический марш. И как Галя, меня множество, укусило. Я на власть, чё-то гавкаю на меня. Ну не гавкаешь ты, жена меня просит. Я на власть, чё-то гавкаешь при дулах, след на пять. Ты и взад своим любимым мягком корейс. Возрастет, да, послушаю жену. 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 А ведь мне темно, вдохelli литерам. Возрастет, да, послушаю жену, Возрастет, да, послушаю, Возрастет, да, послушаю жену. От والм Greens, D普天, Мортаассonom Perché! Заходите, да, послушаю жену. Ноupun olarak wanna? . Х Derek, I plan, Н Пуõe, Ad на promotion school, Морта, Ш Ian, Расстос Экспр述к My Субтитры сделал DimaTorzok 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 Называется он «Непонятый пьерон», этот романс. Ты спрашиваешь, а кому он посвящен? Ну, какая разница, кому он посвящен? Главное, знаете, все бывает. Человек недооценивает. Считает его, знаете, а он в душе, может быть, бывает глубоко. Это так глубоко, что он помрет, а так никто и не узнал, какой он был в душе хороший человек. Вот, может, с этим персонажем тоже. Называется «Непонятый пьерон». Песня «Непонятый пьерон» Песня «Непонятый пьерон» Песня «Непонятый пьерон» Песня «Непонятый пьерон» Наивен, как дитя Его подососовало Российское трястие И жизнь его высота тренет Но высованный пират Каждый губернатор Приспетит Сразу Выдержу Скажет По портретам его Вечерами начальники По уменьшению Не нужно Улюбить Пью дышать портрет Послушайте Маленький Маленький Можно нам Тихонько И все Побоятся Ну так он Держит в сердце Горно Но даже вас Сождают Он Заботится Аномаз Он Славный Огрый Маленький 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 Покажи, он во власти, И дает людям счастье. А он может быть и дубивым, А потом пройтись. И, кстати, вы могли бы Сказать ему спасибо За одну часть, пока еще свободно. И, кстати, вы могли бы Спасибо. Спасибо большое. В этих стилах никогда у меня Возникает вопрос о репертуаре. То есть по выбору репертуара И еще многие участники Грушинской, В том числе и меня, Миклазин, Я с большим удовольствием не тропил. Но встал вопрос, понимаете, что пей? Потому что здесь должно быть как на телевидении, Так и в таких центрах Должны два, так сказать, две песни Должны отвечать двум критериям. То есть о политике. Не надо, да? И слово журно, условно говоря, это журно, да? И когда я начинал свои песни перелистываю, Я сейчас в поисках подходящих, Ну вот вчера я вот спел, скажем, Давайте, у нас сегодня еще не обязательно Так сказать, политические песни, правильно? Я говорю, да вообще все песни не политические, Все они лирические, Все всегда, только о том или о другом, Ну все они лирические, все из души, да? Ну вот вчера я так подумал, У меня бывают такие кассы, что я часто, И я вчера спел эту вроде бы песню, Вроде называется она «Включайте, гады, поворотники». Очень такая посвящается людям, Которые не включают поворотники, там. Лап-лап-лап, думал, ну безобидно. Ну дошел до места там, Ну в общем, ну ладно, есть. Одно место, сомнительное, я В этих случаях я делаю вид, Что я, так сказать, что-то у меня с гитарой, Я поеду в сторону, да? Ну там очень чуть-чуть, чуть-чуть, Микрофон, сволочки. И как-то они все на меня. Ну правда, надо отдать должное замечательное. Люди собрались, это управление делами, МИДа там, ну, Харо, министрами было жалко. Ну, он любит, кстати, поворотскую песню. Ладно, включайте гады, поворотники. Какая называется, поворотники. Пару слов о народе, народе, Перед тем, как кричать поворотники. Перед тем, как кричать поворотники. Ему все на сборы. Ну, не ноги тебе, а ты ломай. А у нас забор, Мясо в горы. А ты мать его в куколу, А ты не ломай. А такой спирит, но ты шумал. Индурет, нагар, куру-куль. Ты с мельпедями жил, что ли? Маули, прям из-за леса, И сразу в саду лесу. Развинился на дорогу, Только дай славину. До чего довели, Либералу с головой. Вон, в Кореи, это сель. Там из-за львов, Там на красной линии, И на жёлтой линии. Там в красавке учат им. Вы смотрите, где были. И по правилам есть все десять машин. На дорогу защищать машину у меня. Аппарат не включает, Она развлаживает. А у нас все матрас, Если едут вожди, Птица прочь улетает, Сверх с королем здесь всех выпадет. А у нас все матрас, Если едут вожди, Птица прочь улетает, Сверх с королем мы гибли. Потом и холопы законов не чтут, Потом и гулят в лифте, В подъезды любят. А холопы затем усвергали царя, Чтобы ездить на встречный Принтов костей. Разголуба и у нас шкафера. Эльцедра, эльцедра, эльцедра. А на хаме без седей, Хам из хамера глядей. Поворонник не включает, Поворончик не миг. Народ богатусец, Народ гуманист, Терпим, дадим, плачат. Терпим, дадим, дадим, плачат. Не нужно законов конкретика, Не нужны законы вообще. Но чужие дела писала своя этика, Иллюзийский порядок вещей. Николай, ты святый уголь, Я себя ничего не прошу, Но пусть включают они по-богой, Иллюзийский порядок вещей. Он мотор заведет, Глазки выключит, Перфильм, аж резиновещий. Нет, такой без пожара не выключи, И подходит, Он не просторожен. Он не будет спасать, Товарищи, 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 Но поворотник-то можно вкручить. За страху его жизнь, Всего-то не было, Но не страховки, Могарище, А дуракон, Он сегодня забыл, Поворотник-то не плющит, Завтра будет старожен, У счастных мощностей. Начинается с малым, Он и раздал, Нехорошие книжки, Но в детстве читал, Вот такие как он, И детей жену, Вот такие как он, Рассмотрели с утра, Глазки, Суперка, Глазки, Да не взгляни, И Джона Лена, Тоже сильная реанимия, И писала книг Мермантов, Мол, Молочи, Прокуртура и судья, Но перед ними молчат, А в конце написал, Да не вы, Есть еще высший суд, Он повыше гайки, О, какая духа, Ура! И сына, Собираться, Сожжать, 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 Сочжать, Сожжать, Сожжать, Господа, Кючки, Гады, А вооруженносты, Не дни, Смахнулись, Капула, На нож, Лупы, Может быть, Все это я, Без прищата, Но было бы, Учехово, Автомобиль, По вороте, Учехов, Кючка, Но был чехом, а потом оборудован чехом, чехом. Спасибо. 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 Аптимистическую песню. Называется она «Перспективы». Насколько она оптимистическая, я же не знаю, но… Эээ… «Перспективы» в общем, друзья мои. Звучит музыка. 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 Я не смогу. Звучит музыка. 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 Звучит музыка.